Здравия соратники! И сегодня очередной ролик о технической стороне неизбежного, ибо ничто не может отменить грядущее. Некоторые в комментариях все-таки писали, да как может быть, что волны электромагнитные будут настигать людей. Я сейчас покажу с научной точки зрения, точнее покажет Тимур Гаранин, огромная ему благодарность. Я использовал его ролики с его разрешения, его голос закадровый в моих роликах «Антенны нашего прошлого», проводя параллели с антеннами современными, показывая как работает. Но вообще рекомендую этот канал, потому что человек внятно, доходчиво, относительно просто рассказывает основы разных интересных вещей. Я вот подумываю лично, это не реклама, но заказать у него помимо курса электричества еще курс по транзисторам. Потому что эти знания нам в нашей борьбе электромагнитной, волновой, скажем так, понадобятся. Немножко посмотрим о, собственно, ролике. О том, как человек может быть антенной. Смотрим ролик. Роликов и обсуждений посвящены тому, почему сигнал пульта автомобильной сигнализации усиливается, если приложить пульт к голове. Я вот нажимаю сейчас ключ, машина не открывается, подношу к бороде и машина открылась. Вы видели сами. В голове тоже открылось. Но если я отойду еще на 10-15 метров, скажем сюда, мы будем вне зоны действия. Но, если я приложу ключ к моей голове, вот так, и попробую еще раз... Он работает! Вот так не работает. А вот так работает. Что я сделал со своей головой? Меня зовут Тимур Гаранин, и я проясняю. Начнем с того, что большинство автомобильных сигнализаций работают на частоте 434 МГц. Чтобы вычислить ее длину волны, необходимо скорость света разделить на частоту. 300 ММ разделить на 434 МГц равно 0,69 метра. Полуволновый диполь, соответственно, должен иметь размер примерно в 34 сантиметра. Одиночный штырь – 17 сантиметров. Сейчас поясняю. Для того, чтобы... Для неспециалистов. Для того, чтобы ловить волну, нужно иметь некоторое четное, либо нечетное количество. Это по ситуации, смотря как расположено диполе. То есть четверть волновые штыри. То есть волна может улавливаться либо длиной проволоки. Ну, условно, я примитивно говорю, антенна. Длина антенны должна быть либо четверть длины волны, либо полная длина волны. Естественно, в радиотехнике для уменьшения размеров, габаритов, используется четверть волновой штырь. Ну, диполь, не важно. Два четверти волновых. Для того, чтобы поймать всю волну целиком. Смотрим дальше. Но, взглянем на типичный пульт сигнализации. Где антенна? Хотя бы 17-сантиметровый штырь. Ее нет. Точнее, антенна в этом пульте есть, но она предельно укорочена. Скорее всего, применяется укороченная печатная антенна с удлиняющей индуктивностью. Усиление такой сильно укороченной антенны будет минимальным. Поэтому неудивительно, что эти пульты обладают радиусом действия не более пары десятков метров. Но, как мы можем увидеть по многочисленным видео и свидетельствам пользователей, стоит приложить пульт к голове, дальность действия пульта увеличивается в разы. Что происходит? А все дело в том, что голова с точки зрения электродинамики, это объемный резонатор. В среднем, горизонтальный диаметр головы взрослого человека составляет около 20 сантиметров, а от подбородка до затылка – 30 и более сантиметров. Вспомним, что половина длины волны частоты 434 МГц – это 34 сантиметра. С учетом коэффициента укорочения объемного резонатора, мы как раз попадаем в резонанс. Удивительное совпадение. Теперь… Поясню. Точно так же работают резонаторы допотопных храмов, купольные сооружения все. Это антенны, это резонаторы. Я уже делал кучу роликов на эту тему. Свободная энергия была, и вся история придумана. Нам врут о дикости наших предков, которые в лаптях там вручную построили Александровскую колонну. Но дело даже не в этом. Дело в том, что весь человек полностью – это, не знаю, удивительная, идеальнейшая, скажем так, компоновка фрактальных антенн. Это и нервная система, которая является фрактальной антенной, и кость. Каждая кость – это и резонатор, и фрактальная антенна с определенными свойствами и так далее. То есть там, если это сделать чуть более электропроводным, поглощающим электромагнитные волны, с помощью небольших доз графена, человек начинает принимать все эти волны и, соответственно, усваивать это, перерабатывать в электричество. И самостоятельно, излишний потенциал нервной системы. И с помощью графена, который, получив волну, преобразует ее в постоянный ток, сжигает все вокруг в мозгах и в нервной системе и излишнюю энергию выдает в нервную систему, благодаря чему и легкие не могут дышать нормально. Сердце начинает биться, посылает сигнал, что биться не 60-80 ударов в секунду, а намного больше – 300-500 ударов получается. То есть все – лишь частоты, все – лишь длина волны. Смотрим дальше. Теперь все становится ясно. Встроенная антенна пульта при близком контакте с головой передает сигнал голове, а уж голова, будучи полноразмерным резонатором, прекрасно усиливает сигнал на частоте пульта. К слову, для этих целей подойдет любой резонатор нужного размера, не только голова. Можно взять даже банку с водой. Эффект будет тот же. Особой проводимости тут не нужно. Благодаря хорошей диэлектрической проницаемости и большому сечению емкости достаточно просто колебания зарядов около своего положения. «Связи с автомобилем нет». «Автосапчик не срабатывает». «А теперь пробуем завести с помощью усилителя импровизированного». «Сначала проверяем связь с автомобилем». «Связь с автомобилем есть». «Пробуем завести». «Все, автомобиль заведен». «Существуют сигнализации, которые работают на более высоких частотах, но не более 1 ГГц. Поэтому голова для них все еще подходит в качестве резонатора. Итак, мы выяснили, что голова усиливает сигнал автомобильной сигнализации, потому что являются объемным резонатором и попадает в резонанс с этой частотой. Где могут пригодиться эти знания? Везде, где мы имеем дело с сильно укороченными антеннами. Нужно просто поискать резонатор нужного размера». То есть любой из… любая кость человеческая, даже ресничка буквально, это может быть антеннкой. Рука, нога – это примерно антеннки четвертьволновой дипол. Диполь, соответственно, длина волны там будет, ну, около 6 метров. То есть 50 МГц примерно. Эта частота 50 МГц с различными гармониками может хорошо так это вдарить по нервной системе, поймав вот этим четвертьволновым кусочком рукой. Соответственно, весь человек – это 1,80 метра, четвертьволновой диполь. Соответственно, длина волны – это будет 7-8 метров и так далее. 30 от 15 до 30 сантиметров, да, это, соответственно, длина волны 60 сантиметров, это где-то 500-600 МГц. Это, как правило, 400-600 – это излучатели УКВ, стоят телевышки так называемые и так далее. То есть все в совокупности, весь набор излучателей, сотовые связи, телевышек, 5G так называемых, которые не для связи, я выделяю их в отдельную категорию, потому что они есть и так далее. Все это в совокупности, при наложении друг на друга будет резонанс, и все это прекрасно будет ловиться чем-то в человеческом органе, потому что все тело человеческое, фрактальные антенны, которые предназначены работают здесь на других волнах, на эфирных, на частотах и вибрациях. Но электромагнитная волна – это частное проявление эфирных волн. И, соответственно, если добавить, изменить немножко ДНК, то сейчас и делается генной терапией, сугубо в добровольном порядке, все для нашего блага. И добавить графен, либо в виде нанотрубок, либо просто слоев, либо оксид графена, либо гидроксид графена – не суть. Все это придет к тому, что, мягко говоря, неправильно будет работать нервная система как минимум. Поэтому листопад будет максимальный, он будет лишь усиливаться по мере созревания, в кавычках, то есть мутации генов и клеток человеческого тела. Ну, скажем так, уже не человеческого, оно было человеческим до укола. Смотрим дальше, дальше интереснее. Также пригодится для улучшения систем микроволнового слухового эффекта. Это такие СВЧ-излучатели, которые проецируют звук прямо в череп, на внутреннее ухо. Если нужно сделать ролик на эту тему, пишите в комментариях. Я делал уже ролик на эту тему, я эту тему затрагивал, когда разбирал так называемых стрелков. Вот 9-11 стрелок в Казани признан абсолютно вменяемым, то есть здоровый человек начал стрелять в других, потому что ему очень навязчиво голоса говорили это. И сопротивляться этому сложно, это появляется прямо в голове. Технически это вполне реально пси-операторы, это наша реальность, это на мне пытались испытать, но я это чувствую, знаю, заблокировал. Можно сознательно, зная, с чем имеем дело, просто это отсеять и сопротивляться этому. Но если не знать, что это такое, если ты просто молодой парень в начале пути, который еще не набрал определенный опыт, энергетику и так далее, навыки работы собственной психикой, энергетикой, мыслями, то очень сложно будет это делать. И вот, к сожалению, этот молодой парень попался. Мне его даже немножко жаль, но тем не менее он говорил, что у него были голоса в голове, хотя он относительно нормальный. Обычный тихий парень, которому просто не повезло родиться в определенную дату, смотрим разбор моего ролика. Определенный парень, которому не повезло учиться в определенной школе, тоже с определенными координатами и с определенным номером и так далее. Все это есть, смотрим разбор ролика Казанский 9.11, потому что любят цифры 9.11 при разработке своих пси-операций, и не только пси-операций, жертвенных операций с участием массового сознания эгрегоров и так далее. Это все очень нехорошая чернушная магия. И везде, ну во многих местах присутствует 9.11 в том или ином виде, либо в координатах, лодка Курск в интересных координатах там затонула совершенно сама и совершенно случайно и так далее. Количество погибших, шестерки, девятки обязательно, вот на шахте говорят 51 погибший, то есть в сумме шестерка и так далее и тому подобное. Все это я уже разбираю на канале Цельнозор. Ну а сейчас смотрим, как технически это возможно, голоса в голове организовать. И это, поверьте, самый простой вариант. Есть более сложные, когда в нервную систему импульсы, потому что частоты есть у депрессии, у хандры, у радости, у эйфории и так далее. И, соответственно, голова, мозг являются, как и нервная система, антенной, резонатором. И прекрасно ловит все эти частоты. И немножко я тоже говорил об этом в предыдущих роликах. Смотрим. О, говорю, две тысячи долларов это стоит, да. Звуки, волна, волна звука подается неслышимой осознанию. Когда она идет. Мы не слышим ушами, но люди начинают слышать это прямо головой нервной системы. Вот он сканирует всю аудиторию. Вот. И люди слышат это и закрываются студенты. Это просто обычный эксперимент студенческий. То есть все это могут... Все лишь частота волны. Говорит, звук появляется прямо около твоего уха. Около. То есть не в нем. Непосредством уха слышим. Можно заметно улучшить эффективность таких систем, если использовать частоты, резонирующие с головой. А также, если использовать направленный луч или фокус излучения. И магнитные наночастицы в крови. Вот те самые наночастицы, которые нам зачем-то вводят сугубо добровольно в качестве эксперимента. Еще большой вопрос, но я уже об этом немножко упоминал. Какую ДНК нас заставляют воспроизводить? И что делает эта ДНК? И каким образом она нас объединяет? Точнее не нас, а уколотых. В один большой рой. Потому что это ДНК, сугубо мое предположение, это ДНК сродни той части ДНК, которая в муравейнике отвечает за общее поле, скажем так. За некое единение, за формирование раевого сознания. Вот и все, пожалуй, на сегодня. Я думаю, есть о чем подумать всем думающим людям. Думаем, понимаем. Потому что только думающие люди выживут в грядущем. А ничто, как говорит Кью, ничто не может отменить грядущего. Поэтому готовимся ментально, психологически. Читаем статьи на сайте Цельнозор. Смотрим ролики канала Цельнозор. Там очень подробно, часто разжевывается все. Я благодарен другим каналам, которые даже без упоминания авторства, скажем так, откуда они эту информацию взяли, копируют эту информацию по-своему. Ну, в разной степени испорченности и детальности. Но все равно благодарен тем каналам, которые говорят об этих вещах. И я очень бы хотел, чтобы максимальное количество каналов начали говорить о технической части, которую сложно оспаривать. О технической части той ваканалии, которая сейчас происходит. А это именно вот эта вот совершенно индивидуальная, совершенно добровольная терапия. С добавлением вот этих вот самых наночастиц, которые несут сверхпроводящие и магнитные свойства. Думаем, думаем, потому что готовиться нужно, иначе не выжить. Готовимся. А как готовиться к предыдущему? Все рассказано и показано в предыдущих роликах и в чате, в диаграмм-чате «Гараж Цельнозора». Там рассказывается, как делать правильные катушки Тесла для очистки мира. Добра, соратники. Качер Бровина – это наше единственное оружие, которым мы сможем защищаться от уколотых зомби. Добра.